Воздушные гавани новую жизнь. Продолжается реконструкция Наринмарского аэровокзала. Уже в октябре Небесный причал будет радовать жителей и гостей заполярной столицы обновленным внешним видом. Впрочем, в планах у авиаотряда полностью модернизировать авиагородок. Подробности у Алины Ваучейской. Борис Сыровенко старожил и самый опытный пилот авиаотряда. В небе налетал 25 тысяч часов. Если перевести эту цифру в года, то получится почти три года беспрерывного полета. И все на Аннушке. Эти так называемые рабочие лошадки авиации – одни из самых надежных воздушных судов. Правда, не самые комфортабельные. Да, пассажиры, говорят, они устали летать пять часов без удобств всяких. Ну, какие удобства? Водички попить. Вы до Архангельска летите один час туда, и за это время успеваете и водички попить, и чайку принесут. А тут ничего. Бедные люди. Бедные пассажиры. Обновление авиапарка – одна из наболевших тем на Ринмарском авиаотряде. Сейчас на линейке предприятия шесть самолетов Ан-2. Четыре постоянно в небе, еще два из них в починке. Заменить Аннушке и Рады да нечем. Авиапром ни отечественный, ни иностранный не может предложить достойную замену этому самолету. Поэтому мы рассматриваем основным вопрос ремонторизации. То есть на самолет Ан-2 будет ставиться новый двигатель газотурбины, который имеет практически в 10 раз больше ресурсов. Лучше тягу, лучше экономичность. А самое главное будет работать на авиакеросине, который в три-четыре раза дешевле, чем на бензине. А внутри кабина и салон Ан-2, может как-то его можно улучшить, чтобы людям было комфортнее летать? Ну, на сегодняшний момент мы уже несколько машин оборудовали шумоподавляющей обшивкой внутри. Она и утепляет самолет. С постановкой газотурбинного двигателя улучшится комфорт. По крайней мере, зима будет гораздо теплее. С вертолетами дело обстоит лучше. В авиапарке 16 рабочих вертолетов Ми-8. Еще один в ремонте. Кстати, обновление требуется не только авиапарку, но и ремонтным ангаром. Так, к 2016-2017 году планируется построить современное здание для хранения и ремонта воздушных судов. Разработкой проекта занимается профессиональная московская фирма «Аэропроект», которая, кстати, создала макет для облицовки здания аэровокзала. К октябрю этого года Наринмарский аэропорт преобразится в синие-бежевые цвета. Прежде всего, это внешний антураж. Это облицовка керамогранитной плиткой. Вы видите, за нашей спиной как раз делают утепление здания. И поверх этого утепления будет наложена керамогранитная плитка. Помимо этого будут витражи закрывать окна. Также в планах возведения международного терминала. Он необходим, чтобы выполнять полеты на морские буровые установки. Они расположены в пограничной зоне. И сейчас, чтобы попадать на морские платформы, необходимо проходить погранично-таможенный пункт. С появлением международного сектора полеты на эти объекты можно будет совершать прямо из Наринмара. Вот в этом углу между павильоном выдачи багажа и зданием мы планируем здание построить. Международного сектора, куда уйдет и зал официальной делегации, зал для бизнес-пассажиров. Таким образом, международный терминал поможет разгрузить и расширить зал ожидания для пассажиров эконом-класса. К тому же все здания в авиагородке будут расположены в непосредственной близости друг от друга. Сделать небесный причал окружной столицы современным и удобным для всех – главная цель руководства авиаотряда. Первые шаги к этому уже сделаны. Так, к началу лета в аэровокзале появились новые стойки регистрации с модернизированным оборудованием. На него потратили порядка 12 миллионов. После того, как появились новые стойки регистрации, процесс оформления багажа значительно упростился. Если раньше это все делалось вручную, то теперь... То теперь с помощью транспортировочной ленты багаж доставляется прямо к машине, которая уже непосредственно отвозит его к самолету. Также в планах построить современный контрольно-пропускной пункт вместо имеющейся будки. Что касается взлетно-посадочной полосы, пока на ее реконструкцию у авиаотряда нет полномочий, так как она принадлежит Министерству обороны. Но особого ремонта взлетка пока не требует. А посему можно сказать, что в скором времени воздушная гавань Заполярной столицы станет предметом гордости горожан, ведь, как говорится, встречают по одежке.